Меня зовут Валерия Шпанько, я получаю второе образование. До сегодняшнего дня я являлась студенткой первого курса инститета повышения квалификации университета имени Сухова, английский язык. Вот у нас пришел, собственно, третий этап оплаты, и когда мы зашли, собственно, в Ерепу знать сколько, сумма превышала на 250 рублей нашей, описанной в договоре. И 352 было за этап, нам чуть-чуть разнилось в зависимости от этапа, сейчас у нас в Ерепе было выставлено 595 рублей. Мало того, что нам подняли обучение, нам сделали пересчет с 1 февраля за период, который уже был оплачен. Это было написано только на сайте, мелким шрифтом, на который никто не заходит. Мы подняли вопрос о том, почему так произошло и на каком основании. У меня есть также ответ письменный нашего экономического отдела, там не прописано, нисколько за что, как формируется цена. Мы учимся на дистанционном обучении сейчас, наши повышения оплаты связались с тем, что необходимо оплачивать уборщицу, коммунальные услуги университета, хотя мы все сидим дома. Нам сказали, ну в деканате же убираются, а деканат работает на ваше благо. Также мы сходили к ректору, представители трех человек от группы, потому что больше нас в принципе не пускали, и троих тоже было много сослов ректора. И обсудили вопрос лично, чтобы все же решить ситуацию и продолжить обучение. Ректор был очень удивлен вообще происходящим в нашем институте. И он признался нам, что он был, ну не добрался, вот новый ректор, он пока не добрался, чтобы разобраться с ситуацией. Вот, и он усно признал вину о том, что мы не были уведомлены о повышении. Также одна из наших одногрупп не обращалась уже к методисту и сообщала о том, что хочет забрать документы примерно 15 марта. Ей сказали, что у нее долга никакого нет, напомню, что уже повышение было с 1 февраля. Также куратор наш тоже был не в курсе и не сообщил о том, что будет какой-либо долг. И вот одна из наших студенток вообще до 15 мая не посещала занятия, ее уговорили не забирать документы, подумать еще несколько раз, что привело к накапливанию долга. Обязанность по предоставлению качественного образования также была нарушена. Первоначально мы просили сразу хотя бы методические материалы, какую-то нашу программу, также это все было проигнорировано. У нас не было никакого доступа к нашему информационному порталу, и нам его сделали только в мае, когда мы снова подняли этот вопрос. Это неоднократные ошибки преподавателей, когда студенты исправляют преподавателей, предоставляют доказательства, в том числе какие-либо учебники, книги. На что преподаватель, к примеру, мог ответить, я такого не знаю, значит это неправильно. Также были случаи, когда другие преподаватели агрессировали на студентов, высмеивали их при всех и вели себя, как я считаю, непрофессионально. Если мы сейчас на дистанционке с самого начала были, посещала, в принципе, почти стопроцентная посещаемость была, что для, наверное, второго образования, которое многие пришли просто за дипломом, очень высокий, я считаю, показатель. То есть люди были действительно заинтересованы. То сейчас, если на пару пришел хотя бы один человек, уже хорошо. То есть все прекрасно поняли, что смысла сидеть и слушать ошибки преподавателей нет никакого. При встрече с ректором нам пообещали, что нам, всем, всей группе не будет учитываться то, что было пересчитано за предыдущий период, если мы напишем заявление, и что будет разбираться о качестве обучения. Да, нас обзвонил директор ИПК, но после того, как обзвонил, он сказал, так все все довольны. Мы в очередной раз не были услышаны, и то, что мы конкретно делаем замечание, они считают, что проблемы в этом нет. И впоследствии казалось, что это не будет у нас снята тот перерасчет, а это просто дается рассрочка. И мы вообще-то неправильно всех поняли. Вот мы втроем абсолютно неправильно поняли. И это единственное, чем они нам могут помочь. Расхождение информации и действий. И они максимально стопорят любое продвижение, чтобы мы оставались, у нас капало пеня. И нами было написано заявление, что мы прекращаем обучение. Насколько мне сейчас известно, из восьми, девяти, скажем так, двое уже забрали, третья девочка переехала. То есть тут как бы совокупность факторов, да, она могла бы продолжать на дистанционке, но она тоже отказалась. Сегодня три человека написали, и еще одна девочка напишет. Получается, остается два человека. Если на 350 мы понимали, на что мы идем, и у каждого своя цель. Кто-то хотел действительно изучить язык, кто-то хотел на основе своих знаний получить диплом, чтобы в дальнейшем сменить профессию, официально работать. Сейчас мы все понимаем, что за то отношение администрации, которое к нам идет, и постоянное вранье, плюс абсолютно некачественное образование, платить не за что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА